ну что же цена цена все прорезан в разуме и dream fall chapters видимо это будет заключительная серия наверное надеюсь наверное звучит на серия я точно уж не знаю поэтому посмотрим кто не видел прошлой серии плейс в описании там подсказка выскочил плейлист и принципе то серия прошлое да смотрите лучше всего начала спалить сегодня спорили вам и более понятнее почему что и как происходит в этой игре вот поэтому саш пудобин телеприде куда-то при этом визит укушка иначе пить копить или 5 до при этом просмотра мы собственно начинаем здесь можно найти путь в башню нам жертва луния так поверить не могу что уже жертва я считал дни до нее но вот она наступила и я не знаю что с собой делать бесконечная ночь я скорее не забыть бесконечная ночь ваше здоровье ребята укачаю все жертва бесконечная ночь я скорее не забыть посмотрим как сгорит куст бесконечная ночь я скорее если повезет то они спалят город на тла и мы все разойдемся по домам должно быть для жителей меркурия и канун жертва луния очень важен раз они готовы выставлять себя такими дураками безлибо ваше от полуния укачаю все прошу проходите мимо не сегодня успокойтесь вы все успеете к началу вы пришли на церемонию занимайте ученику рано или поздно все пройдут здесь написано но она назвала вас он это мое второе видеть вот это буквально сегодня ночью я не завидую караульным не думаю что они очень уж наслаждаются этим фестивалем не знаю но бесконечная ночь я скорее вызовусь к по проходе проходи если вы ваше от полу я прошу проходите мимо тыквы странный овощ растет в северных землях а у нас в задире нет ничего подобного подходите друзья подходите всем вам самого веселого кануна жатва луния узрите магическое отродье это появилось среди нас самую святую из ночей это оскорбление порядочности и человечности грязная пернатая болтливая курица ладно отличная шутка а теперь открой эту клетку он говорил голосом великого некроманта чьим голосом умолкни проклятый прислужник тени закрой свой бесстыжий клюв насчет бесстыжего клюва соглашусь но мне не нравится вся эта затея с костром я чувствую запах паленых перьев скоро начнется грандиозная церемония и великая машина положит начало новой эре мышления логики человеченности и придет конец колдовству мы не позволим этой грязной ереси осквернять эту ночь своими воплями и пернатой мерзостью эта фальшивая птица уже поиздевалась надо мной однажды и причинила моему товарищу и соратнику невыносимую физическую боль и неудобства возможно человек уже не сможет пить без дрожи и всему виной и это ошибка природы я онор хиллерис кандидат и верный слуга человечества самолично зажгу костер дабы избавить меркурию от этого остатка магической заразы во имя наших древних человеческих традиций и ах ты малодушное трепло когда ты уже заткнешься и свалишь отсюда людей тошнит от твоих российских тират если кого и нужно сжечь на этом костре так это тебя угу убийство этой бедной птицы полностью противоречит всем канонам жатвы как ты смеешь представлять человечество если в тебе нет ни капли человечности точно точно а вы вы же должны поддерживать порядок разве нет когда вы собираетесь положить этому конец вы позволите этому безумцу сжигать птиц и подстрекать к насилию в городе который вы поклялись защищать мы не вмешиваемся в местные обычаи мадам а вы вмешаетесь уверен здесь никто не будет возражать местные обычаи местные обычаи этот фарс не имеет ничего общего с местными обычаями мы не сжигаем несчастных беззащитных животных на костре в канун житволуния ну это не животное ведь так что в смысле это магический говорящая птица не животное по сути он прав с этим не поспоришь конечно животное магическое или нет это живое существо и вы обязаны положить этому конец прямо сейчас да она дело говорит простите мадам пока нет угрозы для жизни человека мы не можем вмешиваться чертов трус это касается многих из вас особенно этой свиньи трусы человечность честь смирение я здесь есть некоторые скудоумные ошибающиеся личности похожи что тебе нужно птица у меня нет времени на я знаю тебя я видел гравюры ты киан говори потише где ты видел эти гравюры я провел какое-то время в садире я ворон друг Эйприл Райан и Зои Кастильо ты был другом Эйприл другом партнером напарником веришь или нет я вернусь в Меркурию чтобы найти тебя и раз уж я так вляпался из-за тебя ты обязан мне помочь и побыстрее потому что скоро если все продолжится в том же духе я стану весьма весьма горяч извини птица но мне нужно найти способ попасть в башню а время идет башня сзади большое белое сооружение пронзающие облака я знаю как попасть в башню секретный путь вытащи меня из этого гиблого места и я отведу тебя в башню клянусь гнездом моей мать если ты врешь я сверну твою тощую шейку да чтоб у меня клюв сгорел что вполне возможно скоро и произойдет поторапливайся этот псих не будет орать вечно больные создания некоторые из них могут быть привлекательными некоторые можно даже а хотите стать свидетелями сожжения приспешника некроманта мест хватит всем этим я мог бы подцепить клетку с птицей но меня тут же заметит а я не собираюсь рисковать сегодняшней миссией они отвратительнее смертного греха который испачкана меньше всего нет они все грязные чувствую себя грязным я бы сказал что она пустая но это было бы оскорблением толстой корки грязи покрывающей эту пружку фуа выглядит как очевидная цель для диверсии пока не искореню все до последнего остатка магии в нашем честном городе как всем известно я баллотируюсь в городской дозор чтобы лично руководить работы на мельких и магических пелкурии остается только ждать и наблюдать но довольно слов это крылатый демон символ колдовства должен гори многолики не осуждаем гори о нет началось но не не загорается проклятое дешевое импортное сено наверное закуплено у фермеров не о ну ладно ахахаха гори пернатая горгулья горгу нет 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 драконье пламя они даже нанесли на бутылку маленький огненный шар не уверен они так привлекают внимание или предупреждают рубин северных земель любое вино со словами северной земли в названии не внушает доверие а вы выглядите трезвым как не с вам повезло что с ник уверен о что я могу мне нужно больше чем в этом наперстке бутылка больше подойдет я покупаю какое вино сэр пурпурная роза севера пурпурная роза это же должно быть вино гроздья нетраха это вино мне незнакомо рубин северных земель любое вино со словами северной земли в названии не внушай огненное вино судя по символам на этикетке достаточно мощная штука винодельня козья впадина я меркурианская красная коротко и ясно но не особо воодушевляет приятное терпкое вино отменный выбор не то чтобы вы могли ошибиться в любом из моих сколько у джентльмена пересохло в горле понимаю вечером ну уже приятель я восемь что что ж сэр как я и сказал пусто неудивительно ммм хм просто налейте вина пожалуйста хорошо вот прошу такую маленькую млять понюхайте взболтайте и сделайте глоток не можете уз немного попробую какой невосходный выбор сэр у него просто хорошо 1 2 3 4 5 8 9 10 странно не припомню чтобы чаша для дегустации была такой объемной магические больные создания у всех на виду во время такой миссии нет не думаю что нужно придумать другой способ но они разносят отвратительные болезни и магические инфекции этого должно хватить похоже хиллери избавить мир от магии но довольно гори многолитий некромант гори о нет началось по ну нет не загорается а я понял я понял 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 все я понял это вот что это такое мочайшик немного попробую прежде чем приму решение какое вино сэр а любо хочу поправка а ничего день странно все пьяные раскованы возбуждены все может пойти не так причем очень быстро это похоже на магические инфекции но довольно слабо гори гори многолитий некромант гори о нет началось а 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 ну а вот это оно было сделать factors вision а но надо ставить его к лекарю немедленно 5 ему повезетесь мир переживет эту ночь верна праздник окончен расходитесь ступайте домой побудьте со своими семьями О, господи. Отличная работа. А теперь... Вытащи меня из этого. Говори уже, что время поджимает. Я пахну паленными перьями и дымом. Итак, врау ли ты мне о секретном проходе в башню? Нет, я бы никогда. Хотя, почему нет, это в моем духе врать, чтобы спасти свои перочки. Но я и правда не лгал. Я действительно знаю, как попасть в башню. Снизу. Нет? Тебя это не впечатлило? Ну ладно. Следуй за мной, здоровяк, и я проведу тебя через тьму к свету. Свет в данном случае есть в башне. Если конкретно, тот странный завораживающий столб света, что бьет прямо из центра башни со всеми ее вращающимися металлическими частями. Имеешь в виду машину? Так вот, как они его называют. Этот странный объект с приборами, рычагами и штуковинами. Значит, да, машину. Что, ты не хочешь туда идти? Показывай дорогу, птица. И поскорее... Ворон, я снова полезен. Ооо... Имбецилы! Дилетанты! Разве они не знают, с кем связались? Разве они не знают, кто я? Наконец-то! Что так долго? Я тут трачу уже несколько дней! Болван, как ты дал себя запереть? Некоторые совсем не ценят искусство. Идем. Ты должен подготовить машину к ритуалу. Да, господин. Давно, черт возьми, пора. Так ему же все служили, нет? Ему же все служили. Дом, милый дом. Уверен, ты помнишь это место? В смысле, ты устроил тут рейд и всех арестовал и напрямую способствовал его закрытию. Помнишь? Да, птица. Я помню. Хорошо. Выглядит далеко не так, как ты счастливые деньки, но я здесь обустроился. Тут не так уж и плохо. И еще Ворон. Меня зовут Ворон. Как это место связано с башней? Да, точно. Там, в погребе, есть тайный проход, который ведет в разрушенный подземный город под Меркурией. И при Лызое обе им пользовались. Я и сам пару раз через него проходил. Разумеется, чисто в исследовательских целях. Не ради поиска сокровищ. Где погреб? За баром, справа. Это дверь в погреб? Они ее заколотили? В прошлый раз она не была заколочена. А может и была. Если честно, я сто лет там не был. Ну, полагаю, вот и все. Нам никак не пройти сквозь те тонкие деревянные доски. Как насчет того, чтобы махнуть по кружечке Элли и с первых рядов посмотреть на конец света? Вот и все. Конец нашего приключения. Ладно. Грубая сила. Я не привык к приключениям с людьми, которые применяют грубую силу. Должен сказать, очень необычно, что не нужно искать ключи или рычаги, или заманивать колдунов на шатки и доски. Нужно было с самого начала брать тебя с собой. Ты бы сэкономил нам кучу времени. Идем, птица. Ворон, ворон. Серьезно. Смотри под ноги. Мы на месте. Вот он. Вход в грандиозное подземное царство Меркурии. Здесь оно не выглядит таким, но поверь мне, оно грандиозное. Тут ничего нет. Не-не-не. Смотри. Следующая часть действительно потрясная. Смотри. Смотри. Неплохо, а? Почти как с твоей ногой там наверху, только с моим голосом. Ну же. Чего ты ждешь? Я не смогу туда пролезть. Конечно ты сможешь, ведь. А, ага. Нет, я вижу, к чему ты клонишь. Это было бы затруднительно. Ты крупнее, чем я думал. Странно, когда Эйприл и Зои так делали, то дыра пришлась и в фору, а они не намного меньше. Стой. Знаю. Ты должен спеть. Спеть? Это логично. Птица поет, появляется дыра размером с птицу. А если человек поет? Ну, сам подумай. Я... я... не умею петь. У тебя на лице есть дыра для песен. Выдыхай сквозь нее воздух. Ну же. От этого зависит судьба вселенной. Ладно. Как там еще раз? Теперь ты. Давай. Давай. Не-не-не, все не так. Попробуй снова. Напомни мне еще раз, как звучит эта песня. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Это было ужасно. Это было просто хуже всего. Ну же, ты можешь лучше. Напомни мне еще раз, как звучит эта песня. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Ну, если я правильно понимаю, вот этот сначала идёт. Как звучит эта песня? Ну, блядь, для меня чисто написали. Напомни мне ещё раз, как звучит эта песня. Мари, блядь. Понял? Для кого, блядь, для меня написали. Ясно, блядь, ясно, блядь. Мари, блядь. Мари. 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 Ммм... Ничего. Было правильно, разве нет? На слух казалось правильно. Это было... эмм... сносно. Так... Может, мне нужно спеть громче? Не думаю. Подожди. Там было что-то ещё. Когда здесь проходила Эйприл, у неё было что-то похоже на... яйцо. Яйцо. Магическое яйцо. Оно всё ещё должно быть где-то здесь, если его никто не украл, что вполне возможно, это было давно. Как оно может помочь? А как магическое яйцо может и помочь? Ну же, поищи его. Это нелепо. Я чувствую себя нелепо. Какая трагическая участь красивого канделябра. Должно быть, когда-то это... когда-то это были бочки. Вероятно, пивные или винные. Когда-то это были бочки. Вероятно, их использовали для подвешивания солонины. Может, жители Меркурии и отстают во многих сферах жизни, но их солёное мясо потрясающее. Судя по этикетке, здесь когда-то был ликёр. Печальный мешок. Может быть, муки. Инструменты. Поржавевшие совершенно бесполезные. Судя по этикетке, здесь когда-то был ликёр. Вероятнее всего, бочонки Эля. А вот эта вещь. Настоящие вины южных земель. Не то пойло северных земель, что подают в большинстве таверн. Такое стыдно даже назвать вину. Снаружи тихо. Большинство гуляк празднуют на городских площадях или дома. В этой лампе есть что-то странное. Она не вписывается в основной интерьер. Что это? Это что-то вроде яйца. Сегодня богиня мне улыбается. Мне нужно быть поаккуратнее. А, тень! Всё, достал. Оно точно похоже на магическое яйцо, несмотря на его истинное предназначение. Надеюсь, оно мне поможет. Я тоже надеюсь. Эй, во! Что ты сделал? Воспользовался яйцом. Ты что, не видел? Нет. Но видишь, видишь! Я же говорил, яйцо помогло! Полагаю, тебе нужен был магический предмет, потому что ты совершенно не магический. Я... я магическая птица. Я своё собственное магическое яйцо. Нет нужды в реквизите. А теперь там магические символы. Круто! Ну, удачи тебе с этим. Нет. Раз. Раз. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают... ...вон там плавучая штука, на которой ты можешь грести. Ээээ... лодка? Именно! Греби, греби, греби на своей лодочке. Тихо через... ...глубокое, темное, жуткое поддельное озеро, кишащее разными древними тварями и спящими богами. Умоляю, птица. Тихо. Ворон! И я просто пытаюсь поднять настроение, здоровяк. Тебе нужно больше смеяться. Я смеюсь, когда это уместно. Покажи. Что? Нет. Я не стану поясничать перед тобой, словно дрессированный человек и обезьян. Да ладно, ты сможешь. Это легко. Вот так. Видишь? Открой свой рот, улыбнись. Выдохни воздух. То есть, у меня клюв. Я не знаю, как это происходит у вас, у людей. Но я предположу... Ха! Ха-ха! Ха! Это... Это печально. Честно говоря, это заставляет волноваться. Пожалуйста, больше так не делай. Даю слово. Славненько. Так, вы... Сэйприл были вместе? Ну, знаешь, спаривались, совокуплялись. Нет. Птица, тебе нужно научиться правилам приличия. И я гей. Я не спариваюсь с женщинами. Интересненько. Сам-то я предпочитаю замок, но не похоже, чтобы вокруг был обход в башню на том берегу. Но если ты собираешься в плавь... Я бы очень не рекомендовал в плавь. В этих водах полно мерсости. С клизки. С щупальцами. Неприятные. Жуткие. Что-то интересненько. Сам-то я предпочитаю замок. Самок, но не похоже, чтобы вокруг было много таких, как я моего виза. Я пока что не завел свою собственную семью. Я пока что не завел свою собственную семью. Самое тело, правда. Что пожелаете за что с трудом? Хотя я хотел бы завести семью. Я старею. Может, это незаменно, но я вычислился, немного седых перьев. Я в ночи скажу, что... Но гачевля везде, но... Каждое утро не отдревенела, как сухие ветки. Я не вечен. Было бы здорово иметь рядом молодую жену, которая заботилась бы обо мне в мои преклонные годы и заботилась о наших птенцах. Мне хотелось бы поделиться частичкой мудрости, что я приобрел во время моих путешествий по миру. И всеми шутками. Уверен, однажды ты встретишь подходящую пташку. Я надеюсь. Очень надеюсь. Продолжение следует... Вот мы и пришли. Это... Невероятно. Так красиво. Моя кожа... Мою кожу покалывает. Отсюда исходят странные энергии. Это сны. Ты о голубом столбе? Если прислушаться, можно услышать. Тысячи голосов. Это прекрасно. Это место было построено грайверами, которые здесь жили, как своеобразный контейнер для снов. А сейчас все граберы таинственным образом исчезли. Здесь, наверное, какой-то заговор, который мне с моими куриными мозгами не понять. Башня прямо над нами. Они построили башню прямо над этим местом. Вряд ли это совпадение. О, кстати, о совпадениях. Помню, там был храм. До того, как его снесли, он принадлежал челенькое местечко. Красивые фрески. Жаль, что его разрушили. Но, как я сказал, возможно, это всего лишь совпадение. Это путь наверх. Я взлечу и подожду тебя там. Тебе потребуется время, чтобы взобраться. Ну вот с голучу, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают. Там должен быть рупор, по которому я могу связаться с Анной, Энну и Фердаусом. Полагаю. Она будет где-то в центре этого отсека. И там кто-то есть. Это просто один человек. Ты не видишь, что он вооружен? Не думаю. Он кажется очень старым и хилым. Ты, наверное, сможешь прибить его одним мизинцем. А вообще, я его уже где-то видел. Но, возможно, я ошибаюсь. Мои глаза уже не те, что прежде. Нам нужно быть осторожными. Иначе он может поднять тревогу. Оставайся здесь, птица. Ворон. Ворон. Я ворон. Меня... Различные элементы управления машиной. Кнопки, циферблаты, рычаги и счетчики. Я не знаю, зачем они все нужны. Это все части машины, связанные между собой трубами. Это все части машины, связанные между собой трубами. Различные элементы машины, связанные между собой трубами. Хммм Да как Ну, ёбно похуй, да? И радиус башни. И попасть прямо в руки к караульным башне? Кажется, это старик. Он что, инженер? Здесь столько времени. Всё, наконец, работает. Никаких заклинаний. Никакой магии. Даже не смей пальцем пошевелить. Я не волшебник. Не совсем, клянусь богом. Я... Я инженер. Простой инженер. По какой-то причине его странной формы голова навевает мысль. Есть в нём что-то знакомое. Но что более важно, что ему известно о машине. Я тебя раньше видел. Твоя бесформенная голова мне знакома. Ты бывал в Киене? Нет, это я... Эм... Говори правду. Ни разу за тысячу лет я не был в Киене. И это чистейшей воды правда. Это голова. Я мог бы поклясться. Что ты здесь делаешь, старик? Что я? Мой любезнейший. Я спроектировал и построил эту машину. Это всё я. Этому достижению нет равных в мире. И я... Так что же она делает? Что она? Она... Вычисляет. Это гигантская вычислительная машина. И всё. И всё. Я переломаю каждую кость в твоём теле, если ты не заговоришь. Нет. Нет. Пожалуйста. Я... Я не знаю, для чего конкретно им нужна машина. То есть её сделали для крайне сложных вычислений. Цифры, уравнения. За гранью возможностей любого математика. Я не знаю, что задумали пророки и его эмиссары сзади. Я всего лишь выполняю приказ пророка. У меня не было выбора. Я не строю великие планы. Как я и сказал, я лишь скромный инженер. Как ты мне в это с трудом веришься? Верь тому, что... Ох, слава древним безжалостным богам, ты здесь. Наконец-то. Пожалуйста. Волшебники. Как ты здорово вырубил этого хилого старика. Эй, Клякс! Что это значит? Это значит... Эй, Клякс! Роберт Клакс. Волшебник, кукловод, писатель, артист, немного шутковатый старикашка. Что Клакс здесь делает? Когда я видел его в последний раз, он был арестован азади за показ кукольного спектакля. Не спрашивай. Похоже, он работает с азади, а не против них. Но это не важно. Мне нужно связаться с Вердаусом. А я пристроюсь здесь и буду за всем наблюдать. Пост охрана вестибюля. Бейлор слушает. Прислать вам кого-нибудь вниз, да? Тар? Алло! Похоже, нет. Похоже, это не та линия. Да, не та. О, ладно. Тебе стоит включить нужную. Спасибо. Это очень... Всегда, пожалуйста. Алло. Эй. Эну. Анна, Фердаус. Есть там кто? Какая-то проклятая штука. Мы здесь, Киан. Слава богине. Видал? Не внутренал. Что теперь? Алло. Не обязательно надо громко говорить, Киан. Мы тебя прекрасно слышим. Позову Фердаус на один момент. Апостол? В смысле, мир. Киан? Эм... Эм... Ладно. Итак. Помнишь наш первый разговор? Сейчас ты внутри еда. В сердце машины. А отсек, где ты находишься, это батарея. В ней хранятся все сны и собранные башни. Целые миллионы. Ты, наверное, уже видел большой светящийся голубой столб. Это вортекс. Это проявление энергии снов. Ты стоишь у главного пульта управления машиной. Давай без подробностей, Фердаус. Просто скажи, что мне делать. Прости. Итак. Я смогу управлять машиной и отсюда, но сначала ты должен обеспечить мне прямой доступ. Прямо сейчас машина в автоматическом режиме, так как она создана работать автономно во время последних вычислений. Твоя задача вернуть ее в режим ручного управления. Слева от упора должна быть панель. Найди кнопку с символом руки. Она означает ручное управление. Каков твой план? Я свяжусь с Фердаусом. И затем мы... Невозможно. Невозможно. Руканей. Руканей. Руканей- И мы на ручном управлении. Хорошо. Отличная работа. Нам надо действовать быстро, потому что повсюду будут загораться аварийные лампочки. Теперь, когда мы отключили автоматический режим, ты должен подключить меня к управлению машиной. Видишь панель у... кажется, дальней стены. Прямо за тобой. Те трубы ведут сюда, ко мне, к... к кнопкам на моей консоли. Ты должен переключить этот редиректор одновременно с сигнальным репитером, что на главной консоли. Переключать что с чем? Одновременно? Та панель на другой стороне отсека. Обычно для этой операции нужны двое. Фердаус, я здесь один. Ты же знаешь это. Да, точно, конечно. Только все равно это единственный способ, так что... Я что-нибудь придумаю. Подожди. Птица, у нас проблема. Естественно. И раз ты включаешь меня, Ворона, в эту беседу, что мне нужно для тебя сделать? Фердаусу нужен доступ к машине, чтобы перепрограммировать ее. Ферридаус? Перепрограммировать? Все эти слова звучат как бильберда. Просто послушай, Фердаус, а Ворон сможет выключить этот редиректор? Ворон? Какой Ворон? Ой, это та восхитительная птица, что дружит с Зоей? Эй, Киан, ты с Вороном? Ворон большая и достаточно умная магическая дичь, способная следовать простым указаниям. Он сможет выключить переключатель. Достаточно умный? Ну, а почему бы и нет? Это просто переключатель. Достаточно. Хорошо. Итак, Ворон, там панель на другой стороне комнаты. На ней переключатель. Фердаус, как тот переключатель выглядит? Достаточно. Серьезно. Он большой и зеленый. Его несложно найти. Даже, эм, птица. Даже... Ты только погоди, когда мой клюв от тебя доверется, парень. Ладно. Показывай, куда лететь, и я щелкну твой переключатель. Даже достаточно умная птица должна справиться с этим переключателем. За дело, за дело. Хорошо. Итак, тебе нужно лететь... Туда. Видишь, тупаны? Ищи зеленый переключатель. Жди моего сигнала, а затем щелкай. Лады. Погоди. Какой именно сигнал? Какой-нибудь. Я не знаю, я помашу. А вдруг ты помашешь по другой причине? Это может сбить с толку. Ладно. Маши рукой. Постараюсь не прозевать машущие руки. Постой. Ты правда назвал меня Ворон? Не птица, а Ворон? Я такого не помню. Назвал? Ты меня любишь. Ради тебя я сделаю все, что угодно, Киан. Все, что пожелаешь. Не могу поверить, что ты назвал меня Вороном. Просто сделай это, птица. Ворон. Вот и снова. Считай, уже сделан, Киан. Наварник, лучший друг. Ворон на пути к другой панели. Что мне нужно делать на этой стороне? Так. Давай посмотрим. Там, где ты стоишь, должно быть три панели. Правее еще три панели. Видишь большой рычаг на первой панели? Именно за него тебе нужно потянуть. Он там один. Не пропустишь. Эм, наверное. Подтяни рычаг и удерживай, пока говорящая птица не щекнет переключателем на другой панели. Не отпускай, пока я не скажу. Понял. Богиня. Киан. Киан. Что ты... Матана. Мать. Мы видели лагеря. Мы знаем, что творилось в Киене, и мы... Я знаю, знаю. Нам нужно поговорить срочно, но не здесь. Мы должны уходить сейчас же, прежде чем... Погодите. Что вы здесь делаете? Я приглядывала за этой машиной, пытаясь понять, на что она способна. Киан, мне нужно рассказать тебе кое-что важное, и у нас нет больше... Напомни-ка мне слово, какой знак ты должен подать. Это была одна поднятая рука или обе? О, привет. Погодите, что? Вы двое, правда, знакомы? Ворон. Что? Все друг друга, что ли, знают? Сколько же всего людей на свете? Пять? Наверное, я должен уже к такому привыкнуть. Я был с вами, ребята, так долго, что уже ничего не должен удивляться. Итак, мать, как там дела в Управлении научных исследований? Вы только дайте знать, когда вам понадобится доставить очередное послание. Я ваша птица. Управлении науч... Вы... Работаете на Управлении научных исследований? О, Киа... Работает? Хм, мать-ю Тана руководит Управлением научных исследований. Я это знаю, потому что я посыльная птица матери как в Садире, так и здесь, в Меркурии. Она во главе, на самой верхушке. Выше нет никого. Она и есть Управление научных исследований. Я собиралась тебе рассказать, Киан, только... Не так. Не сейчас. Полагаю, уже ничего не поделать. Вы знали о лагерях. О магических. Она и есть пророк, пророк? Что творила сестра Алисандра? Как давно? Как давно вы все знали? Подождите. Вы стоите за всем этим? Не знаю, что сказать, кроме... Мне... Правда... Правда жаль. Просто... Просто лежи. Прости. Охуеть. Держись. Вот это блядь. Не умерай у меня на руках. Это жестко. Ты не оставил мне выбора. Что? Что вы наделали? Вы закололи его кинжатом. Почему? Это... Что здесь произошло? Кто это? Помеха. Я о нем позаботилась. Ради твоего же блага надеюсь, что так. А с тобой что случилось? Этот... Болван... Он... Застал меня врасплох. Охуеть. А сейчас ты снова на ногах. Так что... Ты? Ты же... Нет, 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 нет. Да. Пичу, блядь. Мы больше не можем отвлекаться. Сны беспокойны. Машина готова. Кто это, блядь? Время не пошло. Блядь. Минус перс на пресеф наху. Издь. Как? На подкуп... Блядь, они все подкупные, чешу? Блядь. Блядь, это вообще в длина тоже открытие. Что это за хуйня? Что с ней вообще? Где она, блядь? Че, че у него? Че-то такое на спине. Че-то такое. Дед, что с тобой? Че-то такое. Пиздец, слышь? Пиздец, слышь? Один-три. Хана. Один. Один. Зоя. Господи. Что... Что это значит? Это была моя инкубационная капсула? Именно. Они сканируют молекулярные структуры. Людей. Мозг. Они сканируют молекулярные структуры. Людей. Мозг. О, ёпта. От разделения 7 приближаемся к секвенированию. Принято центр. Мы найдем спящую красавицу. Дерьмо. Я в ловушке. Дерьмо. Я в ловушке. У нас приветствует не только биоинженерный. Это не спящая красавица, стреляя на вооружение. Стоп, стоп, стоп. Цель уничтожена. Повторяю, уничтожена. Принято. Возвращайтесь к биоинженеру. Там могли остаться свидетели. Размеритесь с ним. Принято. В афи-центр. Секвенирование. Бедняга. Не хотелось мне этого делать, но... Наверное, нам сюда с тобой. И куда? А-а-а-а. Секвенирование. Вот сюда. Все. Принято. Принято. И чистая батарея. Выживших нет. Спящий красавицы тоже. Возобновить вокруг секвенирование. Они все... Они все мертвы. Господи, это кошмарно. Секвенирование. В центре. Вижу спящую красавицу. Что мне с ней делать? Принято. Песня. Красавица убегает. Зона 3. Все в зону 3. Где? Под землей? А это... Что за голубые линии? Опа-нахуй. Папа? Зоя, не... Стоять! Не двигаться или я стреляю? Мы захватили ее, она в ядре. Повторяю, цель находится в ядре. Стой там! Всем оставаться на своих местах. Здравствуй, Зоя. Леди, я же сказал. Мам. Хелен? Папа, что происходит? Что это за место? Тебе нужно отсюда выбираться. Сейчас же. Немедленно всем заткнуться. Понятное дело, у них же нет, да, там. Этих, нахуй. Ну, ты понял, сам, чтобы очищать кислород, у них же нету. Пули, ну ладно. Папа. У меня же фильтров нет, да, специальных в маске. Новая эра. Нету фильтров, да? Богиня, защитимая. Я так и понял. Молюсь, что исполню твое правое дело. Нельзя позволить чужакам определять будущее нашей империи. Пророк это инструмент, как и машина. Богиня, твой свет вечен. Под моим надзором он достигнет мрачнейших уголков этого мира. Ёгнулся. Ёгнулся. Поэтому зависть не случайно сама, так что, блядь, нормальную сторону. Качала тут говорила, что вот сейчас все будет хорошо, собственно. Да, я тут и ёгнулся, все мальчики, того, блядь, что ранка, все будет заебись эти базар. И все, нахуй. И вот эти, блядь, а сцены пошли. Да нам нужен новый план. Дерьмо. Мы даже не можем отсюда выбраться из-за тех солдат. Эээ, да. Кстати, об этом. Эээ, мне это одному кажется, или, эээ... Тихо. Кажется, солдаты ушли. Что-то происходит. Что-то плохое, раз они покинули свои посты. Нужно уходить. Сейчас же. Если мы не сможем добраться до Киана, или если он мертв, нам придется самим пробираться в башню. Но как? Если Азади и правда покинули свои посты, через главную дверь. Это звучит невероятно опасно. Уверена, что так и будет. Пошли. Стой! Вы двое направляетесь к башне, я найду остальных. Если Азади бегут в страхе, у нас есть возможность нанести ответный удар. Хорошо. Береги себя, Энну. Ты тоже. Надеюсь, Киан в норме. Я уверена, что он в норме. Он всегда в норме. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Мы изменим мир. Ты и я. Как? У меня нет времени вдаваться в подробности, но... Существует место, куда мы попадаем, когда спим. Мир снов. В разных культурах оно носит разные названия. Австралийское племя Аранда называет его Dreamtime. Считает это первичным состоянием всей материи. И энергии в каждой возможной вселенной. Шаблоном. Все реальности возникли из этого первичного состояния. И они продолжают переплетаться, развиваться, влияяя друг на друга. Энергии волн питаются с нами. Охуеть. Частицы нашего мира переплетаются с частицами Аркадия, потому что они были созданы вместе в мире снов. А Арангана способна измениться в своей поле, а с ним и видимую вселенную через сны. Ватя. Дример. А что с моими друзьями? В какой части этого пазла является Аркадия? Если она не сон, то что тогда? А Аркадия? Один из многих миров, порожденных сном. Мир... Я ученый, я не понимаю магию. Она хаотична, сложна и непредсказуема. Магия опасна, и ей нет места в рациональной вселенной. Но она была нам нужна. Нам пришлось построить мост через раздел, чтобы хранить эти огромные объемы энергии снов. Мы запустили события, чтобы вернуть тебя в Аркадию, но большую часть работы ты проделала сама. Конечно, нам помогли на... На другой стороне? Партнер! Но он не... Ты сделала это сама, Зоя. Тебя вынудили подключиться к первопытной силе, что заполняло первичное состояние этой вселенной. Это было возможно только после перехода через раздел. Что-то призвало тебя, какая-то сила направила тебя, и я не знаю, как это измерить или объяснить. Но тебе удалось. Ты поглотила энергию, и она тебя не убила. Ты стала сильнее, достаточно сильной, чтобы проснуться и сбежать. Раньше, чем ожидалось, но... В итоге все получилось очень вовремя. Ты полностью реализовала свой потенциал. Наконец-то ты готова соединиться с Айнганой. Так какова в этом роль Вати? Вати финансировали нас и разработку Дриммера. Нам нужно было собирать и хранить энергию снов. Дриммер этому способствовал. Они думали, что мы работали на них. Вати нужны были потребители. Они хотели продавать свою игрушку миллиардам и править виртуальным миром. У них нет воображения. Если во сне я создала себя в Европолисе, что с Резой? Моими друзьями? Они... Сны? Нет, ты не понимаешь. Они реальны. Это все было реально, Зои. Ты была там, в пропасти. Материальная проекция, гуляющая среди реальных людей. Трехмерная копия в оплоте, использующая силу снов. А другие даже и не подозревали. Ну, по крайней мере, многие из них. Кое-кого я отправила защищать тебя на случай, если что-то пойдет не так. И правильно, все вышло из-под контроля. Пальк Фридман спас тебе жизнь. Что касается Резы, здесь все сложнее. Он невольный агент Вати. Его неосторожное расследование привлекло их внимание. Им нужно было манипулировать прессой и следить за тобой. Они промыли ему мозги. Мы исправим Резу, обещаю. Блядь, а мы данные отдали им. Ёпта. Все-таки надо было Барути отдавать. Все-таки надо было Барути отдавать. Ама отдали. Ебать. Она Айнгана. Познакомься с Айнганой. На ее разработку и строительство ушли десятилетия. Она соединяет измерения, проникает в энергию снов. Она то еще создание. Но вообще-то она не первая. У Вати был прототип. Они использовали ее для работы с бета-версией Дримнет. После ее уничтожения мы построили Айнгану 2. Она работает с версией Дримнет, обрабатывая и записывая сны сотен миллионов пользователей Дриммеров. И сейчас мы реверсируем процесс. С тобой, в качестве проводника, соединяющего квантовые поля, соединяющего Дримтайм с реальностью, Айнгана начнет изменять нашу видимую реальность. Не беспокойся так, Зои. От тебя ничего не требуется. Она знает, что делать. Я ее запрограммировала, она будет действовать согласно образцу. Вместе вы создадите лучший мир. Мир без болезней и смерти. Мир без суеверий, нетерпимости. Мир, где все равны. Где господствуют правосудие и сострадание. Мир, которым будут править не корпорации и религия, а наука и логика, рациональное мышление. Лучший мир. Нужно потянуть время. Заболтать. Как ты всего этого добьешься? Я знаю, у тебя много вопросов, но пора начинать, пока те болваны не снесли дверь и все не испортили. Хелен, постой! Начинаем. Эй, ебать, стой! Блядь, ну вот тут, видишь, тут нам с тобой раскрывают все, все, что у нас, какие вопросы у нас были? Ну, не все, конечно, но на такие прям серьезные вопросы нам ответили. Охуеть! Ты прикинь? Охуеть! Опять начало. О! Ворон? Ворон, это ты? Думаю, да. Я... Я должен тебе кое-что показать. Что? Зачем? Что ты здесь делаешь? И... Где это здесь? Я не знаю. Я даже не знаю, как я сюда попал. Я... Я, эм... Слегка... Слегка... Мне слегка не по себе. Я не уверен, что случилось, и... Не уверен, что я полностью здесь. В этом есть смысл? А, нет. Нет, ага, нет. Я вижу, что это бессмыслица. Что ты должен мне показать? О, чуть не забыл. Значит, дух из машины сказал мне это сделать. Последняя просьба. Дух сказал, что в этом мое предназначение. Можно и не надеяться, что ты знаешь, о чем я. Ворон, я даже не знаю, где это мы. Минуту назад я была внутри капсулы в лаборатории, а сейчас... Мы внутри квантовой ткани, из которой складываются истории. Это шаблон реальности. Откуда я это знаю? Что значит квантовый? Что за шаблон? Что ж, это все объясняет. Это был сарказм. Я чую сарказм. Этот дух из машины. Кто это был? Без понятия. До встречи с тобой здесь я ничего не помню. Кроме духа, наказывающего мне показать тебе то, что вот-вот покажу. И я даже не знаю, что это. Что ты мне покажешь? Здесь ничего нет. Так найдем же. Тебе хоть немного знакомо это место? Похоже на монастырь. Так держать? Может, это он и есть? Это не особо помогает. Эй, это похоже на дневник. Я на распутии между сном и пробуждением. Одна дорога ведет в мир, из которого я ушел. Другая, другая, ведет в царство теней. Если выбирать между знакомым и неведомым, между уверенностью и сомнением, мой выбор очевиден. Любой нормальный человек на моем месте развернулся бы и возвратился в мир, который он знает. Забыл бы все, что он узнал, и прожил бы свою жизнь в блаженном неведении. Но правда в том, что уже слишком поздно. Мой выбор был сделан много лет назад, когда я впервые отправился в это путешествие. Я не могу повернуть назад. Я на распутье. Но путь у меня есть. Только один. Я оставляю эти слова в надежде на то, что когда-нибудь они послужат картой кому-то другому. Тому, кто это читает. Удачного вам пути. Если решите последовать за мной, найдите меня. Брайан Вестхаус. Брайан Вестхаус? Наш Вестхаус? Вот это поворот? Поворот, или скорее поворот не туда. Я не знаю, что все это должно значить. Что в этом замешан Вестхаус? Кажется, вроде того. Да ладно, это не все. Все готово, путник. Путешествие вот-вот начнется. Я видела похожий антураж в кино, но ни разу в реальной жизни. Похоже на буддийский храм. Ритуал готов. Взойди на постамент, путник. Ну ладно. Это мир снов. Тебе знакомо это место? Я помню. Я была здесь. Очень долго. Это место, что между. Я не хотела просыпаться, а не... Я была им нужна. Людям, что спали. Им было плохо. Я пыталась помочь им. Ага, интересненько. Но нам нужно увидеть, что тут происходит. Я должен тебе это показать. Давай. Прикинь, тот чувак, который зашел туда, чтобы изучить книги, помнишь? Что ты делаешь здесь? Тебе нельзя здесь быть. Оно найдет тебя. Я... Не... Где я? Что это за место? Как ты сюда попал? Возвращайся обратно, откуда пришел. Быстро. Тебе нельзя здесь оставаться. Я не... Не знаю как. Оно здесь. Что ты наделал? Что ты наделал? Что вы имеете в виду? Что? Бессонное. Нет. 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 Помнишь, тот человек, который начал книги так? Я пришел, сказал, ну, наставлю. Скажу, наставь не будет. Что это за кошмарная штука? Это бессонное. Я знаю это оно. Я чувствую. Что ж, теперь мне еще очень и очень долго будут сниться кошмары. Бессонное вселилось в Вестхауса. Несомненно. Он искал его? Так он пришел сюда за этим? Или это была случайность? Полагаю, именно это ты и должна выяснить. Пойдем. Нам еще много куда нужно. Давай мы ставим на следующую серию. Если в просмотр, ребята, вот так и стилька получилось. Если в просмотр, то есть наканкнулся в лайк, я неслужник, это поддержка мне. Спасибо, кто это делает. Будем в следующих сериях? Давайте.